Субтитры делал DimaTorzok Да, да. Потому что, как обычно, когда я говорю, что будет небольшая, значит будет большая. Раз у меня чуть не вырвалось, видимо, опять будет долгая тема. Ну ладно, посмотрим по ходу дела. Мы с вами все продолжаем в тех же темах, на которых мы находимся. Иногда кажется, что мы немножко разбрасываемся, но по факту мы находимся примерно в одной и той же части. Мы говорили о сыновстве, мы говорили о благодати, мы говорили о позиции Бога по отношению к нам, мы говорили о вашей позиции по отношению к Богу. Мы говорили о том, что вы имеете во Христе Иисусе и так далее. То есть очень-очень многие вещи за последнее воскресенье мы прошли. Если вы по каким-то причинам не были на прошедших воскресеньях, пожалуйста, зайдите в интернет, переслушайте эти все проповеди. Они есть там в свободном доступе для того, чтобы вы были, как говорится, в теме. Потому что какие-то вещи я упоминаю, но я упоминаю их уже вскользь для того, чтобы не тратить время, чтобы еще и еще раз возвращаться к тем темам, о которых мы говорили. Хорошо, сегодняшняя тема, мы будем говорить об определенном моменте дальнейшего обновления человека. То есть в прошлый раз мы говорили об образе Христа, о преображении в образ Христов. Сегодня мы продолжим как раз эту тему. И, собственно, она так и будет называться. Она называется «Процесс преображения». И мы будем говорить именно о процессе преображения в образ Христов. Не процесс преображения в меня, я не знаю, в Карри Блейка, еще в кого-то. В образ Христов. И сегодня я хочу затронуть именно практическую сторону именно этого момента. К сожалению, так получается, что в сегодняшнем мире, не только в христианстве, а вообще, если брать современный мир, людям не нравятся простые, проверенные, эффективные методы, чего бы то ни было. Все люди хотят, чтобы это было прямо здесь, прямо сейчас, не прилагая никаких усилий, при этом не прилагая вообще ничего, я просто хочу сделать вот так, и оно прямо вот так вот у меня получилось. Это касается как христиан, так и не христиан в этом мире. Мы можем коснуться очень много вещей. Допустим, человек захотел купить какую-то вещь, я не знаю, ударило его в голову. Вот я хочу купить это прямо сейчас. Вот прямо сейчас мне нужна эта вещь. Она ему не горит, она ему сейчас конкретно, вот сейчас она ему не нужна. Он спокойно как жил без нее, так и спокойно может прожить без нее. Но он хочет ее сделать прямо сейчас, но денег у него на нее нет. Поэтому он просто что идет и берет? Кредит идет. Я не говорю, я сейчас не буду рассказывать вам, знаете, о кредитах или еще каких-то моментах. Это не наша сегодняшняя тема. Просто сам факт. И вместо того, чтобы, я знаете, я когда даже писал эту тему, я так же задумался. Если человек готов каждый месяц отдавать определенную сумму, еще и с доплатой, почему не делать то же самое только в свою копилку? Только ты чуть позже получишь ее, но зато ты будешь контролировать свою хотелку, а не хотелка будет контролировать тебя. Потому что хотелка это такая штука, которая не насыщается никогда. Ты ей что-то дал, она чуть-чуть успокоилась, потом ей надо еще больше. Ты ей опять дал, она чуть-чуть успокоилась, потом ей надо еще больше. И это постоянная непрекращающаяся хотелка, которой надо что-то больше и больше и больше. И так далее. Мы можем то же самое увидеть, допустим, в спорте. Сегодняшний спорт, знаете, удивительно, я еще когда занимался профессиональным спортом, это было так давно, что это уже, знаете, как будто бы этого не было и вообще это неправда, потому что я уже не занимаюсь спортом ровно столько лет, сколько я им когда-то занимался, то есть примерно такое количество, то есть я почти, ну я 7 лет во кресте и где-то 6, 6,5 лет назад я бросил восточное единоборство. И удивительно, что я еще тогда слышал, когда мы выезжали на какие-то региональные соревнования, там были российские, международные соревнования, я еще тогда слышал постоянно эти истории по поводу того, что родители пичкают своих маленьких детей 8, 10, 12 лет, они пичкают их стероидами, всякими таблеточками и так далее, для того, чтобы их сынули, их доченька там куда-нибудь вот на пьедестал забрался, чтобы можно было фоточку сделать, чтобы можно было медальку дома повесить, чтобы грамота висела, и как здорово, это все классно. Только момент того, что когда ты забываешь принять эту таблеточку и резко результаты падают, вдруг сразу как-то все очень плохо заканчивается, это в плане собственного мнения, если мы говорим, допустим, о детей. Люди не хотят тренироваться, знаете, если мы говорим, допустим, о спорте, люди сегодня не хотят приходить в тренажерный зал, делать определенные упражнения, люди хотят просто закинуться таблеточкой, сделать укольчик, раз, раз, и его расперло, и он такой раз, раз, и все здорово. Да, только момент такой, что если вы, допустим, когда-нибудь вообще встречали людей, которые прям конкретно на стероидах сидят, я имею в виду бодибилдеры, то они ни разу не сильные, они только выглядят такими страшными, они не сильными. Я до сих пор помню историю, у меня отец рассказывал, он занимался когда-то тоже всякими этими профессиональными штуками, но он себе не вкачивал какую-то дрянь. Он был знаком с одним человеком, ему надо было перетащить на работе какой-то шкаф или что-то такое, и он ему говорит, помоги, ты же такой здоровый, а мне нельзя, почему? Ну, там, перенапрягусь, сдуется все, обратно придется вкачивать. Такая удобная штука вообще, ты выглядишь так круто, здорово все, но ты когда надо что-то поднять, о, не, ребят, без меня, пожалуйста, я тут, главное, чтобы в зеркале нормально осмотрюсь, хотя не знаю, для кого как на самом деле. И так далее. То есть мы все хотим быстро, мы все хотим на стероидов, и вообще сегодняшний мир, это мир чего-то быстрого, мир стероидов, вот так вот, раз, 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 побежали, быстрее, давай быстрее сюда, и все. И знаете, христианство, к сожалению, пошло именно тем же самым путем, потому что, и я так думаю, что именно по этой причине сейчас развелось такое количество так называемых христианских духоманов, которые знают все обо всем. Они начитали всех книжек, они походили на все конференции, они наслушались кучу проповедей, и они будут тебе экспертным мнением в любом вопросе, какую бы тему ты ни затронул, они тебе приведут кучу мест писания, они тебе приведут кучу цитат. Проблема просто только в том, что у них нету собственной практики абсолютно никакой, и абсолютно нет своих собственных результатов. То есть, и соответственно, из-за того, что они, ну, не имеют это все, что они имеют, это голое знание, процент пользы для Царства Божьего равен нулю. То есть, я просто что-то знаю, но я буду вот просто ходить и раздавать советы. Знаете, мне тоже приходили, раздавали советы, особенно когда мы только начали собрание, кто-то приходил ко мне, а кто-то писал там, ой, ты знаешь, в вашей церкви-то надо сделать вот это. Ой, ты знаешь, что надо сделать вот это. Я так думаю, где ты был раньше? Почему тебя не было, когда у меня не было церкви? Зачем ты сейчас появился? То есть, то же самое со служением. Когда началось служение, когда я вошел в служение Джон Джилайк Минус 35 лет назад, это было вообще веселье, потому что, когда мы только начали проводить семинары, первый семинар мы провели в 15-м, а там был один семинар в 15-м, мы в 16-м году уже пошли много семинаров, и вот где-то в середине 16-го года у людей вокруг прям прорвало. Ну, все захотели дать совет, как сделать в служении вот это, как сделать в служении то, и куча видео, посмотри вот это, вот эта проповедь тебе обязательно поможет, посмотри вот этот семинар, он обязательно тебя благословит. Нет, я не буду этого слушать, то есть, я, знаете, это как видеообращение ко всем, кто будет слушать. Не надо мне присылать, я не буду ничего смотреть, ни одну проповедь, ни один... У меня нету просто на это времени. У меня жене иногда не получается нормально времени уделить, хотя я стараюсь, потому что это нужно сделать. От того, что у меня есть ответственность пастора и служителя, с меня не снимается ответственности быть мужем. Это точно такая же ответственность перед Богом. В Библии об этом очень четко прописано. Суть не в этом. Суть заключается в том, что нам пора перестать ходить на этих стероидах, что я чего-то где-то послушал, я побежал раз-раз, я даже не пытаюсь что-то делать, я просто наслушался, я буду просто умным сидеть. И, знаете, ну, то есть были такие ситуации, когда меня приглашали куда-то проводить семинары, и некоторые пасторы из-за того, что они не успели со мной пообщаться там должным образом, спросить, о чем я буду проповедовать, о чем из-за служения такое, они немножко, знаете, так меня встречают, но сказали, типа, ты нормальный? Нет, все хорошо, типа. Потому что до этого они, к ним приходили вот эти, и те, которые ездили на какие-то конференции, не будем говорить имен, стараюсь не говорить, всегда даю возможность покаяться разным, классным служителям, в кавычках, которые приезжают оттуда и говорят, мы самые классные, мы вообще знаем, как строить церковь, сейчас мы будем тут пастор тебе говорить, что надо делать, что надо не делать. А, ты не хочешь наслужить? Ты религиозник, сейчас уводим половину церкви, мы сейчас пойдем свою церковь строить. Через полгода их вообще нету, этих людей. И не у них собрания нету, их вообще нету со Христом. Это всегда, опять же, то есть уникальный такой момент, когда люди вместо того, чтобы служить, вместо того, чтобы помогать, вместо того, чтобы быть помощью, люди пытаются строить из себя умного. Это то же самое, как вот недавно у меня с кем-то разговор был, то ли я с женой разговаривал, то ли с кем-то я разговаривал. И был такой разговор, что когда возникает мысль, допустим, ты видишь, что какой-то человек делает что-то неправильно, неправильно служит, неправильно проповедует, неправильно говорит, неправильно там еще какую-то вещь делать, И ты думаешь, я знаю, как правильно, я действительно знаю, как правильно, то есть я хочу подойти, поправить человека. И вот вопрос, зачем ты хочешь это сделать? Ты хочешь показаться очень умным или ты хочешь помочь человеку? Понимаете, все опять же исходит, все христианство построено на том, чтобы благословлять, помогать, восстанавливать, поднимать человека и так далее. А когда мы просто хотим поумничать и сказать, ну ты знаешь, я-то такой умный, а ты знаешь, особенно меня вот всегда просто выбивает, когда мне говорят, ты знаешь, да я-то уже 15 лет в служении, да ты знаешь, я-то там, ну и что, знаете, вот для меня, честно, это пустой звук, просто вот влетело, улетело куда-то, для меня это пустой звук. Потому что у меня, я когда ездил служить, я встречал верующих, верующих, просто услышьте, которые, они мне говорили, 20 лет они в Боге, они никогда не видели исцеления или каких-то чудес. 20 лет в Боге и человек никогда не видел проявления Бога. И что мне до этого христианского опыта такого? То есть по факту это вообще не христианский опыт, ты, я не знаю, ты сидел вот на первой клеточке, вот я родился свыше и сел и сижу, и больше я даже никуда не сдвинулся. И 20 лет моя жизнь просидела на вот этой клеточке. То есть бывало, что я встречал людей, которые там несколько лет всего в Боге, у них там такой багаж практики и служения Богу, что действительно хочется пообщаться с этими людьми и спросить, что, как они делают и так далее. Это действительно классно. И я хочу, знаете, перейти сегодня к пунктам. У нас сегодня достаточно, ну опять же, как я уже говорил, достаточно будет просто и понятно. Я хочу поговорить об одном таком моменте. Я уже часто упоминаю, брат Тилл Осборн, один из, ну знаете, сколько я слушаю разных служителей, которые о нем что-то говорят. Большинство служителей сходится во мнении, что этот человек, который служил с 30 какого-то года по 2013 год, то есть по самый последний год, он в 2013 году только ушел к Богу, в 90 лет получается. Он служил и, ну то есть люди говорят о том, что он был одним из самых результативных служителей своего времени, то есть 20 и 21 века. Такое количество исцелений и чудес было, такое количество бесов выходило, такое количество покаяний было по всему миру. То есть это не то, что было, знаете, как люди говорят, ну Евангелие работает только в Африке. Знаете, вот про одного такого служителя говорят, точнее он сам так говорит и поэтому про него так говорят. Ну вот я только в Африке могу служить, а только в Африке моё Евангелие работает, а больше ни не работает. Это не Евангелие, если оно работает только в одном месте. Потому что, опять же, я вам могу сказать, что я пробовал те вещи, о которых могучим добычным техникам божественного исцеления. По всей территории России, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Северном, Центральном, Южном Урале, на Северной России, в Центральной России, в Южной России, на Кавказе, везде работает одинаково. Я ездил в горы в Киргизии, и там оно работает одинаково. Я ездил в степь в Казахстан, и там работает точно так же. И на Украину я ездил, и там работает всё точно так же. Не имеет значения вообще, какая это территория. Оно работает одинаково, если это Евангелие. Опять же, если вы посмотрите через Писание, Павел, когда ходил куда-то, он не менял свою Евангелие. Он пришёл в Македонию, он проповедует Евангелие. Он пришёл, я не знаю, в Грецию, он проповедует то же самое. Он пришёл в Рим, он проповедует то же самое. Его Евангелие не менялось. Ну, как бы надо вот сейчас подстроиться, поменять. Ой, нет, это не моя ответственность сейчас молиться вот за этих людей. Ну, в общем, люди всякие разные приколы начинают придумывать, пытаясь оправдать свою нерезультативность. И знаете, вот Тилл Осборн, он один из тех людей, которых я смотрю. Второй – это Лестер Саврал, которых я беру как пример для своей жизни, которые действительно были теми людьми, которые показали своей жизнью, словом и делом показали образ Христов. То есть это вот два всяких человека, которых уже нет с нами, на которых я смотрю и думаю, да, вот это тот уровень, на который мне нужно успеть подняться в определённый период своей жизни и пойти дальше. Я не собираюсь останавливаться на том же самом уровне. Когда-то, да, я смотрел на них, ого, Тилл Осборн, ничего, так они высоко, хоть чуть-чуть, хоть поближе бы к ним. Нет, сейчас я понимаю, что не, не чуть-чуть поближе, нам надо намного дальше пойти, потому что то, в чём они ходили, это было очень круто, но недостаточно круто, так, как написано в Писании. В Писании было ещё круче. Я верю, что мы дойдём до этого момента. Я верю, что я там буду не один драгоценный, одному скучно. Я верю, что во всей церкови мы будем там, каждый из вас будет двигаться именно в таком моменте. Опять же, когда я говорю о том, что я действительно верю, что все здесь сидящие, это, я не знаю, я буду говорить так, нынешние божьи генералы, я не утрирую. Это не шутка, это не то, что, ну, как бы, красное словцо такое. Я действительно в это верю, что вы можете служить таким образом. Вопрос просто в том, чтобы начать это делать. И знаете, прежде чем я процитирую один такой момент, то, что перевернуло вообще жизнь и служение Тилл Осборна, я хочу прочитать об один такой, точнее, рассказать об определенном таком моменте, предысторию некую брата Осборна, может быть, просто кто-то не знает. Они со своей супругой в 18 лет, когда ему было 18, ей было 17, они отправились в Индию служить. Он очень сильно горел для того, чтобы проповедовать Христа, для того, чтобы спасать людей до Христа. И он выбрал то место, где, ну, о Христе мало знали, особенно в то время, потому что, ну, то есть, они поехали, это были где-то 30-е годы 20-го века. То есть, ну, представьте, Индия, кругом бесы, кругом идолы, мусульмане, буддисты всякие разные, то есть, ну, то есть, кого там только не было. Христиан, я не знаю вообще, были они тогда или не было. Вот, они туда поехали, они пробовали там проповедовать Христа, просто что-то делать, то есть, но в какой-то момент они там встретились с мусульманами. И вот Тилл Осборн прямо рассказывал об этом моменте, что он говорит, и ко мне эти мусульмане, они обращаются, о, брат Осборн, там, все дела, привет, как у тебя дела? А он на них так посмотрел, говорит, какие вы мне братья, вы язычники, какие вообще? Не-не-не, мы же все там Авраам, там, все дела, все нормально, мы все там, как бы, нормально там. Ну, просто у вас там один бог, у нас второй, как бы, ну, мы, как бы, нормально, мы, как бы, братья. Он говорит, да нет, и он пытался с ними спорить на основании слова, знаете, местописания, что правильно, по теологии, знаете, как всех учили. Но ничего у него не получилось, потому что у него была Библия, у них был Коран, и вот они друг с другом спорили, ничего, так и не получилось. И когда они уехали из Индии, он уехал просто в страшнейшем разочаровании и в страшнейшем подавленном состоянии, потому что он так хотел и желал прославить Бога, но у него так ничего и не получилось, и он не понял, почему я говорю же вроде Божье Слово, но что-то как-то я не вижу тех результатов, которые написаны в Писании. И он, знаете, он начал искать ответы, и он получил откровение от Бога на собрании одной женщины-евангелиста, где-то в какой-то стране, я уже не помню. И вот это как раз цитата, я хочу привести ее, это действительно очень классное откровение, которое я верю, оно действительно каждому из вас поможет. Он говорил примерно следующее. «Для того, чтобы Дух Божий проявлялся из вас обильно и могущественно, вы должны увидеть Христа в Писании, увидеть Христа в каком-либо человеке, то бишь в служителе, в другом человеке, и самое главное, вы должны увидеть Христа внутри себя». То есть вот эти три составляющие, в Писании, в другом человеке и в себе вы должны увидеть Христа. И я хочу как раз пробежаться по поводу этих некоторых моментов. Смотрите, вы должны увидеть Христа в Писании. Опять же, хочу заметить, вы должны увидеть именно того Христа, который написан в Писании. Не тот, который вы себе придумали, не тот, который вам говорил об этом Христе, а именно тот Христос, который там написан. Иисус Христос – это абсолютная любовь, абсолютное прощение, это абсолютная победа. Он является абсолютной любовью, и это значит, что у него нет ни единой вообще причины, почему он может вас не любить. У него нету таких причин, в принципе. То есть, вы можете сказать, ну, у меня там то, у меня пятое, десятое. У него нету причин вас не любить. Он возлюбил вас еще будучи грешними, когда вы были во грехе. И Писание – одно из самых известных мест Писания, которое все уже наизусть знают. У меня даже на корочке Библии написано. Иоанна 3,16. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он умер за мир, за грешное, за святое. Почему? Иисус даже, когда пришел на землю, он четко говорил. Он говорит, не здоровые нуждаются во враче, а больные, те, кому нужен. То есть, ну, объясню другими словами. Если вы здоровые, вы к врачам не ходите. А зачем они вам нужны? Ну, то есть, как бы, зачем он нужен вам? А когда человек болен, тогда ему нужен врач. Ну, если так, ну, совсем в общих каких-то фразах говорить и так далее. То есть, Христос возлюбил нас со всеми нашими проблемами. Опять же, когда я говорю то, что он возлюбил нас такими, какими и есть, это не говорит о том, что вы должны оставаться такими, какие вы есть. Это очень важная поправочка. Потому что для некоторых останавливают, ставят точку именно вот посередине. Христос возлюбил меня таким, какой есть. Ну, значит, таким, он же меня любит. Буду таким, со своим отвратительным характером, своими какими-то косяками грешить направо и налево. Ну, Христос же меня любит. Да, только вопрос в том, что Писание еще говорит, возлюби Бога своего. Возлюби Его всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей душой и так далее. Возлюби Его. А если мы продолжаем постоянно делать что-то, что делает неприятно Ему, то говорить тут о любви немножечко, как бы, ну, странно, скажем так. Смотрите, давайте пойдем дальше. Писание также говорит, ну, если вы посмотрите на Писание, если вы посмотрите на жизнь Христа, Христос является абсолютным прощением. Это значит, что нет такого, чего бы он не смог вам простить. Писание говорит в Псалме 102, я его цитирую, наверное, каждое собрание уже, о том, что не забывайте всех благодеяний Его. Я не знаю, напишите себе, не знаю, в туалете, на холодильнике. Напишите в тех местах, где вы бываете постоянно. Человек бывает в своей квартире, обычно в трех местах, на постоянной основе. Это холодильник, это туалет и это кровать. Вот рядом с этими местами, прям напишите себе это местописание. Не забывай благодеяния Его. Какие благодеяния? Он прощает все беззакония твои. Все, значит, все. Значит, нет такого беззакония, который Бог такой, не, это я уже простить не могу, это уже кровь не покрывает. Кровь слабая на эту штуку уже, не, ничего не получится. Ой, ты знаешь, у тебя так много грехов, уже все, ничего не получится сделать, ты знаешь, очень сильно много. Буквально вчера, вот мы только сейчас пока общались, буквально вчера мы вспоминали, вчера на служение исцеление приходила женщина, которая нуждалась в исцелении. Она до этого мне звонила, в пятницу, по-моему, да, она мне звонила. И, ну, то есть она спрашивала, то есть можно ли ей прийти. Я, на самом деле, не знаю, зачем люди спрашивают, можно ли им прийти, когда мы выставляем в интернет. Приходите, пожалуйста, приходите, мы за вас помолимся бесплатно, свободный вход, пожалуйста, люди звонят. Можно ли мне, пожалуйста, прийти? Нет, конечно, нельзя. Конечно, можно. Странный вопрос, но не суть. И она уже была в других церквях, и в одной из особо духовной церкви, опять же, я не буду упоминать, как говорится, имен на запись, как говорится, в одном из наших городов. То есть ей сказали, что у тебя есть там какое-то непрощение, и до тех пор, пока ты там не разберешься с этим, ты можешь ходить куда угодно, ты никогда не получишь исцеление. Вот это класс вообще, вот это класс. Христос такой маленький и беспомощный, он ничего не может сделать. Какой же слабый наш Христос? А где есть хоть одно местописание, где написано, что Христос ходил, брал вначале у людей покаяние, вначале брал у них исповедание, и только потом исцелял? Самое удивительное, что вообще нету ни одного места, вот вообще ни одного места, где бы он хоть у кого-нибудь взял исповедание. Вообще ни одного. То есть, а многие считают это вообще самым главным. То есть, о, главное вот взять исповедание. Ой, а надо, чтобы человек сделал то, ой, надо, чтобы человек сделал это. Если что-то требуется от человека, чтобы человек что-то сделал, тогда ты ему не нужен, как служитель. То есть, иди там в сторонке сам за себя молись. Он тогда сам с собой разберется, если ему нужно что-то самому сделать. Давайте смотреть на Писание, смотреть именно на тот образ Христов, который написан в Писании, и не придумывать ничего своими какими-то вещами. Христос является абсолютной победой. Опять же, точно так же была другая женщина, тоже у нас на собрании, у которой болен ребенок. Она также приходила в одну из церквей нашего города, благословенных, благословляемых всех, просила помощи, то есть помолитесь за моего ребенка. Она не просила там, давайте обеспечивайте меня или еще что-то. Она просила помолиться за своего ребенка. И за что ей сказали, ну типа смиряйся, смиряйся, все нормально, смиряйся. Я всегда думаю, слушай, классно, ну, я всегда держу свои уста закрытыми, чтобы не сказать случайно, что тебе бы такого смирения. Потому что я прекрасно понимаю, что когда я произношу слова, эти слова начинают работать. Поэтому надо всегда следить за своими устами, чтобы ничего не произошло. Потому что я не хочу, чтобы с ним произошло то же самое. Хочется ему дать подзатыльник, хороший этому служителю, но я не хочу, чтобы с ним происходило то же самое. Потому что нет ничего классного в болезни, нет ничего хорошего в проклятиях, в проблемах, в безденеже, в разрушенных семьях, ничего там хорошего нет. Абсолютно. Все, что есть хорошее, это исцеление, это благословение, это достаточный уровень финансов, это благословленная спасенная семья с нормальными отношениями и так далее. То есть во всей целостности это и называется жизнь с избытком, а никак не наоборот. Смотрите, вот почему необходимо смотреть на Писание. То есть сесть просто, пропитаться им настолько, что вас будет просто невозможно сдвинуть просто с места. Мы когда-то с вами очень-очень давно говорили о том, что вот это как раз и суть того, что вы по-настоящему погружаетесь в Писание. То есть вы настолько углубляетесь, смотрите в Писание, что Писание говорит по тому или иному вопросу, и вы настолько соглашаетесь с этим, что что бы ни происходило, кто бы вам каких доводов ни приводил, вы просто вросли в землю просто. Вот вы вросли и все, и сдвинуть вас никак нельзя. То есть вы укоренились в этом послании, вы укоренились полностью и вас не сдвигает ничего. Чьи-то свидетельства, чьи-то сомнения, чьи-то домыслы, чьи-то доводы и даже чьи-то искаженные места Писания. Дьявол тоже с Иисусом разговаривал местами Писания. Да, только они были очень сильно извращены. От того, что вам кто-то процитировал Библию, это еще не значит, что это истина. Потому что когда что-то вырывается из контекста, оно перестает быть истиной. Поэтому всегда смотрите на то, что написано именно в контексте. Второй момент. Вам нужно увидеть Христа в каком-то человеке, то есть в служителе. Опять же, имеется в виду увидеть, как Христос действует через какого-то конкретного человека. Или даже это могут быть несколько человек. В этом случае еще проще, потому что мы живем в век современных технологий, высоких технологий. Вы можете просто открыть интернет. И там куча этого просто всего. Я, опять же, ни от кого не скрываю в свое время, когда я только входил еще в служение. То есть я просто открывал видео, выходил просто в интернет, англоязычные, русскоязычные, неважно какие. Я просто включал видео со служения исцеления. Мне было вообще все равно, кто там молится. Меня интересовало просто то, что я видел, что человек прямо сейчас исцеляется. Стоит с колясок, бросает палки, снимает какие-то дыхательные аппараты и так далее. И я просто включал и смотрел. Я просто ставил на реплей и смотрел, и смотрел, и смотрел, и смотрел, и смотрел еще раз. И я пересматривал их много-много раз на протяжении многих-многих дней постоянно. То есть для чего я это смотрел? Во-первых, я смотрел это для того, чтобы привыкнуть к тому, что Писание действительно является истиной. Привыкнуть к тому, что это нормально, когда люди исцеляются. Потому что сегодняшний современный мозг, он настолько не вразумляется этим вещам, что ты иногда смотришь вот так вот в упор на исцеление и так... Не, не вижу. А где исцеление? То есть ты на него прямо в упор смотришь, ты не видишь. Я вам уже рассказывал, когда я ездил в Киев в этом году. Там некоторые люди сидели. В прошлом году это тоже происходило. Когда люди некоторые сидели, я не знаю, они приезжие, не приезжие, понятия не имеют. И они там говорили, что ну так хотелось увидеть исцеление. Чего-то как-то не видится никаких исцелений. А я так стою, думаю, что? Вон там исцеленный, вон исцеленный, вон еще. Глаза откройте. И я именно в тот момент понял то, что написано в Исаии, что они глазами смотрят и не видят, ушами слышат и не хотят. То есть они вроде как слышат вас. Да, да, я слышу тебя. Нет, ты не слышишь меня. Потому что ты принял решение, что ты не хочешь этого видеть. Ты не соглашаешься с этим. Для тебя это ну странное, ну подтасованное. Ну там кому-то заплатили, еще что-то. Мне особенно нравится, когда мне, знаете, говорят, кто-то что-то заплатил. Думаю, да, если бы я за стоким людям платил за исцеление, я бы уже не то, что квартиру бы купил. Я бы уже полкорстрадара бы, наверное, купил. Потому что у нас такое количество свидетельств записанных и на видео, и текстовых, и так далее, что такое количество свидетельств записать просто достаточно трудно. Ну в смысле заплатить людям за все эти вещи. Вот, особенно при определенных вещах. Не суть. Смотрите, в нашем, когда мы смотрим на нашу церковь, здесь даже еще проще. Потому что здесь, в нашей церкви, слава Господу, я просто благодарен Господу. Вы можете уже здесь увидеть людей, которые уже сейчас практикуют что-то. И вы можете уже сейчас увидеть через них определенные проявления Христа. Через исцеление, через освобождение. То есть вы можете приходить на субботнюю, когда у нас служение исцеления происходит и так далее. То есть в других моментах, когда люди молятся, и вы слышите эти свидетельства, которые у нас здесь происходят. То есть мы будем, опять же, стараться как-то все это делать так, чтобы все были в курсе этих свидетельств. А то у нас тоже происходят какие-то свидетельства, а никто не в курсе, какие у нас тут свидетельства происходят. И это действительно то, что нужно постоянно делать. Ты смотришь, и ты думаешь, да, вот это вот проявление Христа. То есть вот так вот примерно Христос действует. То есть ты смотришь это своими глазами. Опять же, не имеет значения. Ты смотришь это через интернет, или ты смотришь это вот так вот в упор. Многие люди мне пишут, они говорят, Алексей, мы хотим вот с тобой за ручку ходить, чтобы вот прям вот, чтобы увидеть, как оно что работает. И вот чтобы получить, да, ну, знать, как это все работает. И вот я потом поеду и буду служить и так далее. Я говорю, хорошо, давай начнем с того, что ты просто зайдешь на интернет, включишь просто семинар техник божественного исцеления. И прослушаешь его от и до, и напишешь мне свои вопросы. И почему-то вот на этой стадии все растворяются, все желающие растворяются. Это что, настолько сложно просто зайти? Я не сказал ему, напиши мне диссертацию, напиши мне дипломную работу по этому семинару, иди, выйди, расскажи этот семинар. Просто прослушай его и задай вопросы, которые тебе будут непонятны, что ты там не согласен с чем-то. Просто мы с тобой разберем это, я тебе помогу, я же не отказываю, я помогу тебе. Но на этой стадии 99,9% людей, они растворяются просто на этой стадии. Почему? Потому что все хотят стероида. Все хотят прийти и думать, что у меня есть какая-то волшебная рука, на которую можно волшебно вот так вот я возложу, и все сразу, о, раз, и все сразу полетело, и здорово будет работать. Понимаете, когда вы знаете эти истины, да, оно будет работать вот так, когда вы знаете эти истины. Вопрос просто в том, что есть определенные практические моменты, когда ты служишь именно в практике. То есть, когда, допустим, вот мне очень понравилось, как Карин на последнем вот этом семинаре «Обновление разума», он прям четко сказал вот этот момент. Он говорит, что когда вы просто слушаете, допустим, семинар «Техник божественного исцеления», то вы понимаете, допустим, когда идет речь об исцелении, пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, пункт 5 и так далее. То есть, то, что касается исцеления. Но когда ты начинаешь практиковать, когда ты начинаешь это делать своими руками, или ты стоишь рядом с тем, кто, то есть, и ты видишь все эти вещи, то появляется пункт 1А, пункт 1Б, пункт 1В, пункт 1Г, потом только пункт 2. Почему? Потому что ты уже понимаешь, а, здесь надо с этой стороны зайти, здесь надо с этой стороны зайти и так далее. То есть, определенные практические моменты. Потому что многие люди, особенно если мы возьмем вообще освобождение, то есть, тут вообще очень многие люди теряются, даже те, которые, допустим, уже видели там исцеление, когда они просто видят, как происходит определенный момент освобождения, они просто понятия не имеют, что дальше делать вообще. То есть, человек начинает делать то или это, не понимая, что дьявол просто пытается мозги вам запудрить, думая, что он такой сильный, или он такой умный, или то, что он не собирается никуда выходить. Как будто бы его кто-то спрашивал, хочет он куда-то выходить или не хочет он куда-то выходить. Тут дело такое. Вот, опять же, это то, почему нужно это возрастание. Смотрите, и, собственно, следующий вот этот момент, что нам необходимо увидеть Христа в самом себе. Мы очень много говорили вот последнее воскресенье о том, что кто живет в нас. Мы в нем, он в нас. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. О том, что Писание говорит о том, что Дух Божий прибывает в вас и двигается через вас. Мы с вами каждое воскресенье провозглашаем о том, что мы умерли со Христом, погреблены со Христом и воскресли со Христом. Для чего? Для того, чтобы сидеть с Ним на небесах. Именно поэтому уже не я живу, уже живет Христос. То есть вместо меня на этой земле действует Христос. Вопрос просто в том, что я ему даю ли действовать через себя или не даю действовать через себя. Вот просто в этом вся суть. Когда я начинаю действовать согласно этим вещам, я узнаю Христа в Писании. Смотрю именно на то, какой действительно является Христос. Как он делал, как он служил, зачем он это делал, почему он делал именно так. Я начинаю молиться, я начинаю иметь эти отношения с Богом. Потому что, опять же, многие люди говорят, ну вот у вас там в семинаре техники божественного исцеления у вас там нету темы отношения с Богом. Ну да, это просто как бы, ну, отношения с Богом, это вообще, не знаю, ты проснулся, ну, то есть ты родился свыше, все, с этого момента ты должен знать об отношениях с Богом, а не то, что ты там 20 лет верующий, и тебе надо опять объяснять, ага, что такое отношение с Богом вообще, что оно такое, чем это едят вообще за джем, для чего оно нужно и так далее. То есть я понимаю, да, в современном христианстве такое нужно, но я все-таки верю, что это не будет требоваться. То есть ты начинаешь погружаться, ты начинаешь углубляться в эти вещи, более понимать, тебя начинает больше открываться сердце Божье. Опять же, многие люди говорят, я хочу знать сердце Божье, я хочу знать там его волю, я хочу знать то-то и то-то. Волю Божью, его характер вы можете познать просто через Писание, но сердце Божье вы познаете через служение людям. Потому что когда вы начинаете служить, сердце Божье все больше и больше для вас становится доступным, вы начинаете переживать то же самое, что переживал Христос. И это не наработать ни одним семинаром, ни одними молитвами, ни одними постами вы никогда это не сделаете. Только в процессе того, когда вы служите вместе со Христом, вы начинаете осознавать, ага, вот что, оказывается, переживал Иисус Христос. Потому что реально иногда бывают такие моменты, то есть, я помню это свидетельство, Кари рассказывал, видение, которое у него было очень-очень давно, еще по факту не было, не существовало служение Джон Джиллэйк Минэстрис, насколько я помню. Он рассказывает, что, ну, я попытаюсь рассказать, там просто была история с двух ракурсов, со стороны того, что видела его жена и дочка, и со стороны того, что видел он. Он спит, и во сне он начинает видеть людей, которые нуждаются в исцелении. Он просто идет вот так вот и просто молится за ним по какой-то местности, по какой-то улице и так далее. То есть, он спит, и он во сне выходит во двор, а там куча больных. Его жена и дочка в шоке, что происходит. То есть, они выходят на дверь и пытаются смотреть. А то, что он делает, выглядит примерно так. То есть, представьте. Ну, то есть, человек, то есть, он во сне, он видел людей, которые просто лежали, и он подходил и молился за них. Он говорит, он видел просто, как скорая приезжает, выгрузили одного, поехали, за ней сразу следующее, выгрузили, и куча людей. И он просто, он говорит, остановился, он говорит, Господь, я не могу помочь им всем, я просто не могу дотянуться до каждого из них. И он говорит, вот теперь ты знаешь, что я чувствовал, когда ко мне приходили вот эти десятки и сотни людей, которые все нуждались. Ну, я один, вот как человек, вот именно вот когда мы говорим об Иисусе Христе, потому что он был в стопроцентном понимании человеком на этой земле, насколько он был стопроцентным Богом, насколько он был и стопроцентным человеком. Но ходил он по этой земле не как Бог, а именно как человек, наполненный Духом Божьим. И он на это смотрел именно, опять же, с той же самой стороны, и ты начинаешь понимать, насколько необходимо постоянно углубляться в Писании, насколько необходимо углубляться в отношениях с Богом и так далее. И ты начинаешь расти в этом, и ты больше не просто астероидный, накачанный человек, скажем так, который не может так вот поднять, потому что поднимет и вздуется все мышцы и так далее. А ты действительно тот, который способен всегда принести избавление, всегда принести благословение, всегда принести исцеление, потому что Дух Божий живет через тебя. Некоторые смотрят на это, как на какую-то гордость. Ну, а что это ты говоришь, ты можешь что-то принести? Я это говорю в том, что я могу это сделать, потому что я понимаю, что уже не я живу, а живет Христос. То есть это как бы Христос это может сделать. Я просто понимаю разницу, да, я знаю, что у некоторых людей, да, мое помазание, мои дары, мое служение. Это да, я понимаю, это уже пролет моментальный вообще. Но когда мы говорим о том, что уже не я живу, а живет Христос, и когда мы понимаем о том, что я смотрю на Писание и вижу там Христа, я смотрю на какого-то человека и вижу в нем Христа, я смотрю в зеркало, это то, о чем мы говорили на последнем, в среду была команда жизни, когда мы говорили. Когда я смотрюсь в зеркало, и я вижу там не себя, я вижу там Христа, который проявляется через меня, вот тогда моя жизнь начинает меняться. Потому что пока вы подходите, я не знаю, к какому-то больному человеку, и вы подходите к нему как вы сам, это будет очень сложно. Это будет невероятно сложно, вот это все служение исцеления и так далее. Почему многие люди, они такие, с некоторых служений выходят такие ушатанные, прям вообще по страшному. Я помню до сих пор мы с женой в Весентуках служили, и устроили такой некий молитвенный коридор, когда была молитва за исцеление, то есть там были, там приехали пара служителей из Питера, с церкви, вот где у нас брат уже, где он служит, там пасторская команда, и мы с женой стояли. И вот они через всех, через них проходили, они каждый за них молились, а потом к нам. И вот где-то, наверное, на половине людей, там было около 150 человек, наверное, вообще не протолкнулся было. И один брат, он просто стоит, он говорит, а он такой, знаете, крепенький такой, прям он там когда-то там жимом лежа занимался, прям крепкий парень такой. И он такой стоит, он говорит, слушай, Леша, я уже не могу стоять, я говорю, я устал уже просто вообще. Я говорю, ты понимаешь, это просто с непривычки того, что ты просто непривык, потому что Божья сила через тебя постоянно действует, она действует через тебя настолько сильно, что ты иногда сам такой стоишь, о, так стоять, стоять, я стою, я в норме, сейчас будем дальше молиться, ну и так далее. То есть, опять же, я хочу еще раз просто подчеркнуть определенный такой момент, не ищите вот этих вот моментов, когда вы, я сейчас что-нибудь сделаю налегке, поймите, что вот эти моменты, когда мы говорим о вот этих пунктах, увидеть Христа в Писании, увидеть Христа в каком-то служителе, увидеть Христа в себе, они простые, ничего в этом такого сложного нету, они простые, сложность начинается тогда, когда вы пытаетесь это, знаете, что-то туда добавить еще дополнительного, или вы пытаетесь наоборот, вместо того, чтобы исполнить эти пункты, думать, да я забрету велосипед, я сейчас сам что-то придумаю, да я сейчас сам что-то сделаю, и тогда вот все попрет. Не нужно придумывать велосипед, давайте не будем наступать на те же самые грабли, потому что реально, каждый раз, перечитывая историю божьих генералов, мне реально, мне настолько становится просто тоскливо от того, что каждое новое поколение божьих генералов, они забретали велосипед заново. Ну у них не было высоких технологий, интернета не было, нельзя было книжку про прошлых божьих генералов почитать, то есть они как бы действовали на основании того, что они видели, давайте не будем делать то же самое, давайте возьмем их пример и не будем наступать на те же самые грабли, давайте их обойдем, пожалуйста. Я очень верю, что это действительно будет так происходить, потому что опять же я верю, что здесь будет происходить мощное пробуждение, о том, что здесь будет действительно каждый человек, находящийся в этой церкви, действительно будет двигаться мощно в исцелениях, в освобождениях, в воскрешении мертвых и так далее. То есть это то, что будет происходить не только через великий помазанный Леша. Нет, я обычный Леша. Леша из тундры, как я всегда говорю. Не имеет значения, кто вы, откуда, какое у вас прошлое, будущее, настоящее, это вообще не имеет никакого значения. Все, что имеет значение, это Христос, живущий в вас. Это все, что имеет значение. Поэтому просто возьмите это, примите и начните действовать, потому что все изменения именно начинаются тогда, когда вы не просто послушали интересную проповедь, а когда вы начали практиковать это. Аминь? Аминь. Давайте мы встанем, поморимся. Хорошо. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь, мы благодарим Тебя. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам образ Христов. Господь, спасибо Тебе, что мы можем преображаться день ото дня, Господь, в Твой образ, Господь, преображаться еще сильнее, Господь, для того, чтобы действовать могущественно, Господь, для того, чтобы проявлять, Господь, Тебя в силе во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, Ты с нами, Ты живешь в нас, Ты никогда не покидаешь нас, Господь, никогда не оставишь нас во имя Иисуса Христа. Поэтому мы благодарим Тебя, славим Тебя и благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь.